Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей мастерской в гараже. Обещал я снять ролик про штуку, которую я сразу же себе заказывал в дополнении к богатейшей комплектации, которая идет вот с этим вот станочком. Ну вот, выполняю. Заказал я себе вот такой вот быстросменный резцедержатель стартовый набор. Приходит он вот в коробочке, внутри которого еще шесть маленьких коробочек. Что же в них находится? В самой большой коробочке находится собственно сам вот этот вот быстросъемный резцедержатель. Вот он. Сейчас я его распакую, покажу. Вот так он выглядит. Есть ручка, здесь есть подвижные клинья. Ручку поворачиваем, клинья вот так вот отпускаются, поворачиваем в другую сторону, клинья зажимаются. Соответственно, вот сюда вот есть ласточкины хвосты, которые крепятся к катриджи с резцами и фиксируются на вот этом вот резцедержателе. Что идет в комплекте, ну, помимо вот этого вот основного резцедержателя? Идут пять катриджей. Два катриджа, ну, под обычные резцы. Вот тут вот у нас 12 миллиметров. Можно зажать. Вот так вот выглядит катридж с установленным резцом. Что тут еще есть? Есть вот такая вот гайка с накаткой. Есть там пластина вот эта вот и, ну, типа гроберной пластины, наверное, и обычная гайка. Для чего вот это вот все нужно? Вот это вот все нужно для того, чтобы отрегулировать высоту резца. То есть, когда мы все это дело ставим в резцедержатель, получается, что, сейчас покажу, как это выглядит. Вот. Смотрите, вот эта вот гайка с накаткой касается корпуса резцедержателя. Соответственно, мы можем подкрутить выше-ниже, отрегулировав положение резца. И все это дело потом законтрив вот этой вот гаечкой. Соответственно, что у нас получится, что мы вот так вот катридж поставили, опустили, зажали. Все, нам резец регулировать не надо. Нам не нужны никакие подкладные пластины. Все регулируется при помощи вот этого вот механизма. Таких вот катриджей два. Я думаю, если появится возможность, я закажу себе еще, может быть, парочку. Но это такое дело, как бы, может быть, и необязательное. Можно обходиться и вот этими двумя. Потом, что у нас идет? Вот такой вот катридж идет. Это для резцов расточных и резьбовых для внутренней резьбы. Диаметр я тут намерил 9,7 миллиметра. Но тут, видите, тут разрезная такая втулочка, чтобы все это дело зажимать. У меня есть набор расточных резцов. Надо с балкона их привести. По-моему, они как раз под вот этот вот диаметр. Но в любом случае вот с этим станком идет расточной резец и резьбовой резец, которые прекрасно могут установиться вот в такой вот катридж. Еще один катридж это идет у нас под отрезной резец. Вот сюда устанавливается пластина из быстрая реза. Получается, при помощи вот этого механизма она здесь затягивается, устанавливается. Ну и все это дело ставится вот в катридж и получается отрезной резец тоже надо на балконе поискать. У меня есть пластины с быстрорезом. Единственное, что я не уверен, что они подойдут под вот этот вот размер. Вот это вот расстояние 14 миллиметров. И пятый катридж это у нас накатка. Накатка, которая будет делать сеточку. То есть видно тут ролики косые в противоположных направлениях или как это во встречных направлениях. То есть по итогу у нас что будет? По итогу у нас будет сеточка. Чтобы установить быстросъемную резцедержку, надо выкрутить шпильку, которая вот тут вот находилась и на которой держался стандартный резцедержатель. нужно использовать вот такого вот плана инструмент, потому что шпилька, которая нужна для быстросъемной, она чуть-чуть длиннее. Идет вот эта вот шпилька в комплекте вот с такой вот ну как бы гаечкой. Так, ну а мы шпильку вот сюда вот эту новую закоручиваем. вот эту вот гайку, которая здесь была, это транспортная гайка, мы ее не используем, а используем мы вот стандартные резцедержки вот эту вот штуку с ручкой, да. Единственное, что вот гайка родная, которая была с резцедержкой, все это дело мы зажимаем, получается, что вот ручка смотрит сюда. Нам такое дело не нужно. Поэтому, что надо сделать, надо подложить еще гаечку, допустим, чтобы вот эта вот ручка смотрела куда надо и не мешала. Так, еще надо значит подложить одну гаечку, эту шайбочку подложим. Так, это у меня еще одна шайбочка есть. Шайбочки тут М10. Подобрал я шайбы таким образом, чтобы ручка, когда затянуто все, смотрела вот сюда вот. И ничего мне вот тут вот не мешало. Замена резцов происходит очень быстро. Так, вот ослабили, сняли картридж, убрали. Нужную поставили, вот допустим, накатка, затянули, все тут установлено. Если надо, ну вот допустим поставить расточной резец или еще какой-то вот сюда вот, то ставим вот сюда вот, картридж там тоже есть ласточкин хвост. Вот так вот опускаем хоп затянули, все в порядке. Как происходит процесс настройки высоты резца? Ну вот при помощи вот этой гайки с накаткой, которая крутится и можно приподнять вот этот вот резец выше или ниже. Потом при помощи вот этой вот гайки все дело законтрить. Выставлять можно и по вот этому вот упорному центру, который закреплен в задней бабке. есть и другой способ, но про него я расскажу в другом ролике. Выставил я резец по высоте, все тут закреплено, проверим практикой. Ну, все получилось. Ну, что сказать, если вы посмотрите на станки промышленные, большие, современные, то вы увидите там именно вот эту вот систему, то есть быстросменный резцедержатель. На мой взгляд, вот эта вот штука гораздо удобнее, чем подкладывать различного рода пластинки. Хотя, ну, как бы, если там по канону хотите, то можете оставлять стандартную резцедержку. Она хорошая, подобрать к ней пластинки, хранить эти пластинки вместе с резцами. Но мне вот такая вот система нравится больше. Что еще хочу сказать, что если установили вот этот вот быстросменный резцедержатель, то не обязательно отказываться от вот этого штатного. Не надо менять шпильку. На вот эту вот удлиненную шпильку прекрасно накручивается вот эта вот гайка. Я использовал те же две шайбочки, которые использовал для вот этого быстросменного. ну и у меня получается, что ручка в затянутом положении смотрит вот так вот, что в принципе неплохо. То есть можно взять, тут закрепить, быстренько все это дело снять и как бы поставить быстросменный и обратно. То есть все тут взаимозаменяемо без каких-то лишних телодвижений. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. До свидания.